Всем огромнейший привет! Вы на канале Вязаная Жизнь Джульетты К. Если вы здесь впервые, то зовут меня Юля. А если вы вновь-вновь возвращаетесь, то я очень этому рада и благодарна. И сегодня я хочу поговорить с вами, как со своими подружками, о том, чем я заниматься буду этим летом, что я вяжу, какие у меня есть планы, какие идеи. Ну а осенью мы с вами подведем итоги и поймем, воплотилось все это в жизнь или нет. О готовых работах весны я все-таки рассказала, записала небольшой короткий ролик. Переходите, смотрите, я думаю, он уже вышел на канале. А сейчас давайте начнем с тех работ, которые были сейчас у меня, прямо на данный момент в процессе. Потом плавно перейдем к тем проектам, которые уже перешли с зимы-весны, наверное, да, и перейдем к моим планам. Вот, первое, что я хочу, это показать свою майку топ. Ну, это топ будет. Вяжется он из пряжи Вивчари Эко Катон. Вяжется он из пряжи Вивчари Эко Катон. Полотно темное, то есть, поэтому я решила, что майкой ему не быть. Хотя камера его делает светлее и такая вот она будет очень такой, видите, широкая вариант. То есть, я хотела такой, чтобы вот накинул и пошел, чтобы не жарко, не прилегало к телу. Но, мне кажется, я по ее петле убегаю, извините, сейчас. Мне кажется, я переборщила с этим желанием. Криво показываю. Тут вот такой вот идет, типа, ожогненький узорчик, вставочка. Хочу вот так вот отсюда и сюда, чтобы разошлось, да. То есть, вырез хочу в такой, не вот такой вот, как здесь, да, V-образный, а просто круглый. Я люблю такие вырезы. В общем, такой вот топик вяжется, лицевой гладью на спицах номер 3. Если что, я нам могу напомнить. В Вивчарах метраж 600 метров на 100 грамм и вязать довольно скучно, долговато. Итак, следующая моя работа, которая активно сейчас тоже параллельно вяжется, это мой ажурный кардиган. Кто его помнит, очень он мне нравится. Сейчас я вам попытаюсь раскрыть вот так вот, да, кусочек его, потому что там, чтобы нить не тянуло, она у меня здесь на диване лежит. Очень мне нравится, как получается полотно. Продвинулась я не так уж и много, но продвинулась, вязала. Вязать я начала, я его брала к сестре, но у сестры я его практически не вязала, уже вернувшись в Харьков. Вот я провязала, ну, наверное, рапорта 3 только. Вяжется тоже как бы не очень-то быстро. Это полухлопок, 50% хлопка, 50% акрила. И он у меня вяжется на крючке полтора метраше 1500, ну, 750 метров, то есть две ниточки я вяжу. Вот такой вот процессик, не длительный, длительный, наверное. Скорее всего, это уже будет кардиганчик на следующий год, хотя очень хочется и активно пытаюсь его вязать. И еще покажу. Теперь вот у меня тут такой долгоиграющий тоже проект, по-моему, я его начинала весной. Это вот этот джемпер с хвостиком, который, сори, он немного пожмакал, так как катался туда-сюда, да, вот этот хвостик. И у меня есть один готовый рукав, второй в процессе уже вывязан почти до оката, там буквально чуть-чуть не хотела, сори, вот это все пожмакал. Ну, процесс вот этого. До оката немного не хватило, у меня пряжи просто не хватило, у меня есть там кусок, я пыталась в работе, да, ее вязать, я воспользуюсь тем куском пряжи, ну, распущу этот кусочек изделия и довяжу этот джемпер. Это тоже у меня как бы первоочередная плана майка и цветок, что, господи, да, я хочу майку вязать, девочки, ну, я, наверное, отключусь и покажу вам сейчас. То есть еще вот у меня вот такой вот свитер, джемпер, пулловер, как хотите его назвать, я не знаю, я свитерок назову, он вязался крючком. Ну, здесь мне не нравится большой выкат, я его сделала, и мне не понятен вот здесь вот этот момент, то есть хочу что-то переделать, и может тогда будет на весну. То есть это тоже долгопонравящий проект, кто помнит, я его начинала в конце прошлого года, поэтому вот надеюсь его тоже воплотить в жизнь к осени. Итак, секундочку, я оторвусь, отвлекусь, нажму паузу и вернусь к вам. Итак, в планах у меня в ближайших, даже вот сегодня, возможно, и начну, не могу бы утверждать, это маечка. Все-таки хочу маечку, поэтому, возможно, вот как раз параллельно с топом буду вязать эту маечку, я думаю, она быстрее свяжется, чем топ. Во-первых, я выбрала узор, во-вторых, спицы номер 4 и нить в 400 метров, но очень приятно и тактильно, жалуюсь, что камера этого не передает. Вот такое вот легкое воздушное полотно, это вот такая вот пряжа, покупала я бобинка Ярм, и здесь 25% льна, 25% шелка и 50% вискозы. С учетом растяжимости, не сильно такая большая растяжимость, ну, как бы сказать, я до стирки померяла в 10 сантиметрах было 20 петель, после стирки в 10 сантиметрах 18 петель, вот это, конечно, нужно учитывать. Итак, еще у меня в процессе вот такой вот проект, я его пропустила, это, если вы помните, я вязала, решила, хотела тунику, не знаю, теперь хочу я или нет, возможно, вот с этих двух элементов, только два кусочка связаны, вяжется там, несложно, быстро, да, вот эти два красиво, нежно получается, такая пряжа такая потрясающая, стопроцентный итальянский хлопок, ну, не знаю, у меня тут работа в крючке, как-то вот с крючком что-то у меня в этом году напряг, видите, получается, три работы в крючке, какие-то у меня, одна мне нравится, я быстро ее воплощаю, стараюсь быстро воплотить, и вот эти две вот пока отложены, извиняюсь, упала, извиняюсь, упала спинка, и так, и два вот таких проекта, это, которые у меня в планах, несмотря на то, что у меня еще планы миллион, сразу говорю, но пока вот то, что я основное хочу обязательно сделать, поэтому и говорю, а тем, что у меня миллионные планы, наверное, они перейдут тоже на осень, но о них я расскажу попозже, если попрощу эти, то, естественно, еще вот, первый проект, это с Истамбула, и докупить хочу меринос, вернее, я уже докупила, такого же цвета, вот, с люрексом Истамбул, да, это синтетическая нить, сразу говорю, полностью стопроцентная, но пушистая и классная, получается полотно, только если ее сочетать с чем-то, чистая, она мне не очень нравится, хотя посмотрим, хочу джемпер, племяшки, она просила, ей понравился этот цвет, поэтому и будет ей племяшки джемпер, и вот, помните, я начинала, кто помнит, кто смотрел мои влоги, да, я начинала вязать носки, хочу тоже продолжить, и обязательно себе связать на зиму носочки, чтобы ножки не мерзли, вот и все, на этом такие проекты, видео получилось не такое слишком длинное, а наоборот коротенькое, потому что, в принципе, у меня там огромный вариант проекта, ну, во-первых, нужно еще докупить, и мне нужно купить, хочу в планах меринос, пока не вижу, вернее, попадались мне, девчонки показывали с визуальных чатов, которые мне советовали меринос по очень классной цене, но, к сожалению, финансово я не могла позволить себе купить на тот момент меринос, поэтому я решила пока отложить этот процесс, хотя там, да, мне нужно как минимум килограмм, а то и полтора мериноса, хочу такой фамильный лук у меня в идее, но пока я его еще не воплотила в жизнь, на этом все, с вами была ваша Юля, до новых встреч в новых видео, я вас всех люблю, целую и обнимаю, виртуально, конечно.